Итак, смотрите. Напомню, что в прошлый раз мы обсуждали формулу Taylor со сталочным членом в форме пиано, и это на самом деле важный результат. Не знаю, насколько мне удалось продемонстрировать его важность. С одной стороны, применение формулы Taylor, которое мы сейчас обсуждали, в основном, сводилось к тому, что она позволяет искать довольно точно пределы, раскрывать всякие неопределенности. И, в принципе, все, что можно сделать с помощью формулы Taylor, можно сделать с помощью правила Лопиталя, потому что формула Taylor доказывается через правила Лопиталя. Но на практике так оказывается, что гораздо понятнее и проще, когда вы понимаете, как функции раскладываются в ряды Taylor, и просто видите все эти, как говорят, асимптотики, то есть видите, как функция себя ведет вблизи какой-то точки. И это, на самом деле, позволяет сильно упростить анализ во многих ситуациях. Вот. Но та формула Taylor, которую мы обсуждали, она не отвечает на один важный вопрос. Вот смотрите, вот что мы говорили. Значит, напоминание. Сегодняшняя лекция будет посвящена формуле Taylor с остаточным членом форме Лагранжа. Вот. И напоминание. Формула Taylor с остаточным членом. Вот. Форма пиана, которая была в прошлый раз. Это такое утверждение, что если функция f имеет n производных в точке x0, то f от x равняется tn от x плюс u маленькая от x минус x0 в степени n, где tn от x это есть f от x0 плюс f' от x0 на x минус x0 плюс и так далее, плюс n производная в точке x0 разделить на n факториал на x минус x0 в n степени. n это лорусский многочлен. Вот. И значит, что что говорит вот эта формула? Значит, вот эта формула здесь у маленькая, она при x стремящемся к x0, конечно. Значит, она говорит, что вот эта вот разница между функцией и ее трейлорусским многочленом, что эта разница становится маленькой, когда x стремится к x0, причем она становится маленькой, так сказать, вот у нее степень малости, то насколько быстро она становится маленькой, как раз определяется тем, какую степень многочленной вы берете или что то же самое, сколько производных вы используете. Значит, вот мы используем n производных, получаем многочлен n степени и получаем порядок малости для вот этой вот ошибки x минус x0 в n. на самом деле эта формула она как бы обобщает всякие утверждения про касательные что вот у нас когда мы говорили кто такая касательная но это касательно это такая линейная функция которая приближает график который приближается к нашему графику настоящей функции ну хорошо хорошо это означает там было о мало от x минус x0 здесь возникает касание какого-то и одного порядка вот тем не менее как бы очень хочется очень хотелось бы записать что-то в таком роде вот очень хотелось бы вот в этой формуле перейти как бы к пределу при настремляющемся к бесконечности проблему состоит в том что вот эта формула теоретически если мы бы это сделали то тогда бы вот эта вот штука бы вот очень хочется сказать что вот эта штука становится маленькой когда n становится большим но вот конкретно эта формулировка ничего такого не говорит она вот эта формулировка она работает при любом фиксированным n и она работает вот в таком вот предель очень хотелось бы но в принципе очень хотелось бы научиться вычислять не просто какие-то пределы функций с помощью тела русских многочленов а научиться вычислять в первом значении функций вот прям честно приближать функцию творческим гащет сказать что функция в идеале было бы сказать что функция вообще просто равна своему своему ряду ты лора то есть предел его таких тела русских многочленов при настремляющемся в бесконечности это не всегда можно сделать не все функции равны своим тела русским многочленам но равны самым рядам ты лора точнее вот но тем не менее довольно часто оказывается что равны давайте я может быть до затравки давайте начну с примера где это все довольно неплохо работает давайте вот сейчас нас интересуют что происходит при n стремящемся к бесконечности значит вот эта вот формула которую мы здесь сформулировали она не дает ответа на этот вопрос потому что она как бы написано при фиксированном n и тот предел если что она утверждает это утверждает что вот эта штука в пределе при экстремящемся к x0 ведет себя ну вот так как так как сказано что она есть у маленькая но это ничего нам не говорит про асимметрическое про как бы поведение всей этой штуки при больших n давайте тем не менее посмотрим сравним графики функций и графики тела русских многочленов значит давайте я открою йоги бру и по настройки их нибудь график ну вот смотрите вот есть например такая функция которая называется синус x вот его график давайте писать тела русские многочлены к синусу x чему равняется тела русский многочлен первой степени и он равняется x потому что производные потому что значение синуса в 0 0 x хорошо а второй тела русский многочлен чему равен минус x куб делить на 6 но если я говорю 2 то значит там должна быть вторая степень тоже x ничего не меняется значит следующий многочлен который имеет смысл построить это действительно x минус x в кубе поделить на 6 давайте еще какой-нибудь многочлен построим что там дальше будет x минус x в кубе на 6 6 какое следующее слагаемое не нулевое так значит x кубе делить на 6 и умножить на x в кубе так x кубе уже написал плюс x в пятой на 5 факториал плюс x в пятой опять факториал это сколько 120 120 да ну вот смотрите значит я нарисовал три карты начинал 4 графика настоящий график синуса и графики тела русских многочленов и в принципе видно что с увеличением степени моего многочлена это самый торовский многочлен начинает хорошо приближать синус на все большим и большим промежутке да то есть например скажем вот на таком промежутке вообще невозможно отличить график синуса от графика вот многочлена которые последним нарисовали как-то у нас синус оранжевый синус зеленый синус зелененький вот 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 тут вот они прям совсем сливаются вот тут уже видна разница но чем больше слагаемых добавляем тем лучше приближение и оказывается что если я буду увеличивать степень до бесконечности оказывается что получавшийся ряд будет такая бесконечная сумма бесконечный ряд он будет просто равен синус синус можно записать в виде такого ряда это не следует я сейчас подчеркну что это не следует из формулы тылора со старшим членом форме пяна потому что мы сейчас обсуждаем не то что происходит прямо совсем близко к нулю а мы обсуждаем правда ли что например я могу взять конкретную точку скажем точку минус полтора и вычислить значение синуса в этой точке используя для этого используя для этого соответствующего русским мальчат это форма формула тылора со старшим членом форме пяна в принципе не дает ответа на такой вопрос ну вот давайте попробуем сейчас доказать некое утверждение которое нам позволит в том числе доказать что синус действительно равен своему ряду тылора и не только синус вот давайте докажем собственно говоря формула тылора со старшим членом форме лагранжи почитаем что с ним вы хотите сказать не только что исчезает но и вы хотите говорить всем чем это на встрече и потому что я не могу иметь совпадедливость что у вас есть на кружечке когда вы могли так сказать не совсем передавали Значит, давайте потребуем, чтобы у меня функция f была бы определена в какой-то окрестности точки A. Значит, давайте я хочу взять вторую точку в этой окрестности, но я сейчас буду писать теорему в предположении, что B больше A, но это в обратную сторону рассматривается аналогично, скорее так, без ограничений общности. Значит, и нам нужно, чтобы f имело… Можно B и A это что? B и A это что? Две какие-то точки. Хорошо. A и B это просто какие-то вещественные числа. Мы их просто где-то на графике берем? Ну, просто A играет функцию просто точки x0, вот у нас есть какая-то функция, мы зафиксировали точку A на самом деле. Это чуть демонстрация экрана, у меня качество упало. Это только у меня? Да. Все нормально. Вот, значит, вот у нас есть точка A и где-то есть точка B. Допустим, вот где-то здесь. Вот, моя задача сейчас состоит в том, чтобы оценить f от B, зная f от A и производные f в точке A. Значит, я сейчас использую такие обозначения, потому что они напоминают нам, значит, эта теорема, она на самом деле является таким своего рода общением формулы. Терема Лагранжа о конечных превращениях, и там тоже были какие-то точки A и B, и вот я сейчас их тоже использую. Значит, что нам нужно? Нам нужно, чтобы f имела n плюс одну производную на отрезке, на интервале от A до B и n, производных на отрезке. И fn должна быть непрерывно на всем отрезке. Вот, значит, если все эти условия выполняются, тогда справедливо такое утверждение. Найдется точка C из интервала от A до B, что f в точке B – это просто Тейлоровский многочлен в точке B плюс остаток, который устроен так. Это есть n плюс первое производное, взятое в точке C, разделить на n плюс один факториал на b минус a в степени n плюс один. Значит, вот этот Тейлоровский многочлен, он берется, здесь разложение берется в точке x0 равная A. То есть это означает, что у нас Тейлоровский многочлен в произвольной точке x – это есть сумма по k от 0 до n, kt производная в точке A разделить на k факториал, умножить на x минус a в степени k. А можно спросить, а почему тогда у нас Т на B, а вы пишите, что разложение в точке A получается? А это можно я ответить? Это буква V. Это буква V, а не B. Место x, A, B подставляем. Что еще раз подставляем? Место x, A, B подставляем, да. Можете, пожалуйста, еще раз объяснить конструкцию, вот почему у нас в A, B нету n-производных, она просто не кажется интуитивной. Сейчас, где нет n-производных? Ну, вот вся вот эта конструкция, где у нас в промежутке A, B, в интервале A, B есть n-производная, а n-производная? Я понял. Значит, на интервале есть, а на отрезке… Значит, ну, здесь имеется в виду, что у нас на концах могут возникнуть какие-нибудь проблемы с дифференцированностью, с n-плюс однократной дифференцированностью, вот, но нам они не страшны. То есть нам важно просто, чтобы функция была бы ну, вот, нам на самом деле важно вот это вот условие и вот это вот условие. А почему мы так решили, что вот n-плюс 1 на интервале от A до B? Ну, сейчас из доказательств будет понятно. Это вот ровно те условия, которые нам понадобится проверять, когда мы будем делать проверку, когда мы будем делать доказательства. Ну, на самом деле, смотрите, вот, давайте, чтобы, может быть, было менее страшно, хорошо сравнивать эту теорему с теоремой Лагранжи в конечных превращениях. Значит, если вы возьмете n, равную нулю, то тогда вот эта формула Тейлора с утверждением формы Лагранжи превращается в теорему Лагранжи в конечных превращениях. Давайте проверим, что это так. Пример. Если n равняется нулю. Давайте смотреть. Кто такой тогда tn от x? t нулевой от x? Это что такое? Просто f от x? Но не от x. b? От x нулевого. А вместо x нулевого мы что подставляли? a? Да. Это будет f от a. А можете еще раз, почему f от a? Ну, смотрите, вот tn от x это вот такая штука. Если n равняется нулю, то здесь будет ровно одно слагаемое, которое соответствует к равному нулю. Давайте смотреть, что здесь написано. Здесь написано, значит, здесь будет нулевая производная функции f. Нулевая производная – это просто то же самое, что сама функция. Значит, нулевая производная функции f в точке a, то есть просто значение функции в точке a. Вот она, f от a. Разделить на 0 факториал. 0 факториал по условию – это единица. И умножить на x минус a в нулевой степени. Ну, собственно говоря, вот когда мы описывали формулу Taylor, давайте я, может быть, чтобы вас знак суммирования не пугал, давайте я просто выпишу ее в том виде, в котором мы ее выписывали раньше. f от a плюс f штрих от a умножить на x минус a плюс f2 штриха от a умножить на x минус a в квадрате поделить на 2 факториал плюс и так далее, плюс fn от a поделить на n факториал умножить на x минус a в n. Вот такая формула. Вот я ее развернул. И теперь видно, что когда я беру n, равную нулю, то я просто беру вот это слагаемое. И все. Теперь давайте посмотрим, что дальше. Значит, если n равняется нулю, какие ограничения у нас на функцию f накладываются. Функция f должна иметь одну производную на интервале от a до b и ноль производных на отрезке от a до b. Ну, ноль производных – это никакое не условие, это просто условие, что функция определена на всем отрезке. Но важно вот это условие. n-ная производная, то есть в данном случае нулевая производная, то есть сама функция, должна быть непрерывно на отрезке. Да, то есть смотрите, это в точности условие теоремы Лагранжа. Потому что здесь сказано, что наша функция должна быть дифференцируема на интервале, но непрерывно вплоть до границ интервала. Непрерывно на всем отрезке. Вот. И давайте посмотрим, что в результате получается. Значит, тогда существует точка c, принадлежащая интервала от a до b. Что f от b равняется f от a плюс… Значит, во что превращается вот эта штука, когда n равняется нулю? Ну, просто в производную от c. Производная в точке c. И на что умножить? b минус a. На b минус a. Вот. Знакомая формула? Ну, даже если незнакомая, можно перенести f от a в левую часть. А, ну да. f b минус f a деленную на b минус a. И поделить на b минус a. Откуда мы взяли вот эту стручку c? Это я просто… Значит, я просто показываю, как эта теорема работает в случае n равного нулю. Значит, теорема говорит, что найдется такая промежуточная точка c из интервала от a до b, что верно вот такое разложение. При n равном нулю это разложение превращается вот в такую штуку. Потому что вот у нас tn от b, вот она, это f от a. А вот эта штука – это остаточный член. Вот он превращается вот в такой остаточный член. Спасибо. И это в точности формула Лагранжа. Терема Лагранжа, конечно, в превращении. Спасибо. Теперь, может быть, чуть менее мистическим выглядит формулировка этой теоремы. Как видите, здесь вот эти условия, что n плюс 1 производная на a, b на интервале, n производных на отрезке, и n производная, nt производная должна быть непрерывно на отрезке. Это очень похоже на то, что было в теореме Лагранжа. Там были ровно такого же типа условия, только они были не про n плюс 1 производную и n производную, а просто про первую производную и про саму функцию. Вот. Ну хорошо. Давайте попробуем доказать эту формулу. Надо сказать, что доказательства тоже очень похожи на доказательства теоремы Лагранжа. По крайней мере, если его правильным образом сформулировать. Надо сказать, что я долгое время не мог найти нормального... Я понимал, что эта теорема должна доказываться как обобщение формулы Лагранжа, но при этом те доказательства, которые я находил, особенно в русскоязычных источниках, были совершенно какими-то непонятными. То есть я понимал, я мог проверить их, что там все правильно, я мог проверить выкладки, но при этом не мог сказать, чтобы я бы понимал эти доказательства на том уровне, на котором я привык понимать матемические результаты простые. Вот. А потом я нашел, наконец, источник, в котором было написано доказательство, которое мне нравится, и вот теперь я это доказательство рассказываю. Значит, смотрите. Доказательство. Значит, давайте рассмотрим такую функцию. Значит, во-первых, у нас есть... Значит, давайте вот что сделать. Давайте я скажу, что... Пусть у меня f от x минус tn от x. Давайте мы вот эту штуку обозначим через r от x. Это просто обозначение. Ничего сейчас нового не произошло. Значит, обозначили. И давайте теперь рассмотрим такую функцию. Допустим, h от x, которая устроена так. Она есть r от x минус какое-то число q, которое я чуть позже определю, умножить на x минус a в степени n плюс 1. Значит, хочу рассмотреть такую функцию. Чего я про нее знаю? Во-первых, чему равняется h в точке a? r от x? Значит, она равняется r от a. А чему равняется r от a? f от a минус tn от a. Это все правда. И чему это равно? Нулю. Нулю. Значит, смотрите, у нас вот этот вот Теллеровский многочлен, он строится в окрестности точки a. То есть там в качестве x0 выбрана точка a. Вот смотрите, давайте вернусь к этому Теллеровскому многочлену. Видите, у нас здесь f от a, f' от a и так далее. Поэтому, когда мы подставляем x равное a, все вот эти вот слагаемые убиваются и остается просто f от a. То есть Теллеровский многочлен в точке a равняется значению функции в точке a. Согласны? Можно вопрос? У нас вот функция h, которую мы рассматриваем, q – это просто параметр какой-то? А, q – это какой-то параметр, да. Я, значит, вот сейчас мне не очень важно, чему он равен. Буквально через секунду я скажу, как я буду его выбирать. Но те свойства, которые я сейчас выписываю, они вообще не зависят от того, чему равняется q. А почему у нас f от x обнулилось, когда мы подставили? f от x не обнулилось, а обнулилась разница между f от x и tn от x. А, все, я понял. Там же при разложении есть f от x. О, да. Да, 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 да. И еще вопрос. А q – это что? Это просто какое-то трендовое число? q – это какой-то параметр. Значит, q – это вещественное число. Это константа? Это какая-то константа, да. Оподелим позднее, чего она равна. q – это не выключен микрофон. Я даже не могу понять, у кого. Вот. Второй вопрос. Как вы думаете, какой второй вопрос? Второе утверждение. h от b – это хороший второй вопрос. Это хороший второй вопрос, но не второй на самом деле, потому что меня сейчас будет интересовать… Это если бы я хотел бы доказывать как бы теремороль, если бы я хотел бы доказывать просто, тогда меня бы интересовало бы, чем равняется h от a и h от b. h от c. h от c. Нет, c у нас никакого нет. Смотрите, меня интересует, чему равняется h штрих от a. Ну, r штрих от a минус q на x минус a в степени n плюс 1. И это все штрих. Ну, да, так раскладывается. Так, и чему это равняется? x же у нас. Да, только вместо x… Просто r штрих от a. Просто r штрих от a. Ну, получается, что это r штрих от a. А чему равняется r штрих от a? Тоже нулю. Тоже нулю. Согласны? Значит, опять же, мы знаем, что Тайлоровский многочлен, мы его так строили, что у Тайлоровского многочлена в той точке, в которой мы его пишем, в данном случае вот в этой точке a, у него все производные, до n включительно, совпадают с производными функциями, потому что мы его ровно так пишем. Мы ровно так подбираем его коэффициенты, чтобы у него производные совпадали бы с производными функциями. Можете еще раз объяснить, почему r штрих от a равно нулю? Смотрите, r штрих от a равно нулю, потому что… Потому что… Что такое tn штрих? Давайте посмотрим. Значит, tn штрих в точке x. Это что значит? Это значит, что нам нужно… Вот у нас эта штука выглядела так. f от a плюс f штрих от a умножить на x минус a плюс f два штриха от a пополам на x минус a в квадрате плюс и так далее плюс fn в точке a на n факториал x минус a в степени n. И вот это все я должен продифференцировать. Значит, все вот это вот я должен продифференцировать. Давайте продифференцируем. Значит, f от a производная чему равна? f штрих от a. Неправда. Ну, нулю он. Нулю, потому что дифференцируем мы по x. А a у нас это константа. Все, прошу прощения. А это у нас константа. Поэтому вот эта производная обнуляется. А, ну все, тогда f штрих от a и остается, да? Да, а вот здесь вот остается f штрих от a. Потому что, опять же, дифференцируем мы по x. Производная x минус a это единица. Значит, получается вот такая штука. А дальше, значит, вот эта вот штука, например, от нее чему равна производная? Ну да, дальше будет f2 штриха, ой, 3 штриха от a, а нет, 2 штриха от a умножить на x минус a. На x минус a, да. Все, и тогда, да? Значит, здесь у нас будет последняя скобка, чему равна ее производная. fn штрихов от a поделить на n факториал, на n минус 1 факториал. Давайте на n минус 1 факториал. И умножить на x минус a в степени n минус 1. Да, отлично. Теперь смотрите, если я сюда подставляю вместо x, a, что у меня получается? f штрих от a. f штрих от a, а все остальные штуки просто погибают, потому что у них остаются вот эти вот скобочки. Можете напомнить, что значит вертикальная палочка x равно a. Ну, это означает, что вот в эту формулу нужно вместо x подставить a. Ага, все, спасибо. Я мог бы сразу написать здесь a минус a, значит, я написал здесь x, а потом решил не исправлять, а написать эту вертикальную палочку. Вот. Значит, поэтому производные совпадают, а раз так, то производная их разности, вот этого r, равна нулю. А поскольку здесь степень n плюс 1, то здесь, опять же, остается вот эта вот скобочка x минус a. И производная вот этой штуки тоже равна нулю в точке a. Поэтому остается 0. Вот. Ну, хорошо. Какой следующий будет пункт? n-ая производная от h от a. Да, но на самом деле, значит, теперь меня интересуют все последующие производные до n-ой. Значит, k-ая производная h в точке a. Чему равна? Где k до n включительно? Скорее, она равна нулю. Нулю. По тем же соображениям. Ровно по тем же соображениям. Да, совершенно верно. Потому что, потому что, чего у нас здесь получается? r. Значит, у нас получается, опять же, k-ая производная r, взятая в точке a. Вычесть q. Здесь будет, там, на какой-то коэффициент. Здесь будет там n плюс 1 умножить и так далее. Да, там n. Чего тут? n минус k плюс 1. Что-нибудь в таком роде. умножить на x минус a. И здесь будет n минус k плюс 1. Правильно? С другой стороны, n-ая производная r. Не n, а k-ая производная r. А в точке a чему равна? А там это n минус k плюс 2 тогда получится, нет? Ну, если у нас степень n минус плюс 1. Ну, сейчас, вот у нас... Когда k равно n, здесь остается x минус a в первой. Потому что мы начинали со степени n плюс 1. И каждый раз уменьшали степень на единичку. Да. Извините, глупый вопрос. А почему еще раз можете объяснить? У нас f'a равно 0. Вот вы там наверху это писали. Я поняла, вот это все выкладки. Вот это вот, сейчас. Да, вот это вот. r'a равно 0. Вот эту штуку. Ну, смотрите, кто такой r? r по определению это разница между f'ом и tn. А, все, все. Теперь поняли. Собственно говоря, как раз идея здесь, идея с вот этой вот штукой очень простая. Мы говорим, что поскольку у f и у tn одинаковые производные в точке a, до n включительно, то все производные вот этой самой функции r до n включительно в точке a, они все равны 0. И поэтому все производные функции h тоже равны 0. Слушайте, мне все равно кажется, что tn плюс 2. Да, потому что если мы подставим 1, у нас не то же самое получится. Если мы подставим 1, потому что я здесь ошибся. Потому что здесь, сейчас, тю-тю-тюм, я ошибся, если где-то ошибся. Не-не-не, там просто... Ну, вот смотрите, вот у нас было... Нет, нет, все хорошо, смотрите. Сейчас, сейчас. Здесь, сейчас, давайте я все-таки, может быть, чуть поаккуратнее это сделаю. Значит, вот эта вот степень, она равна, я считаю, что она равна n минус k плюс 1. Давайте сейчас. n минус k плюс 1. Давайте проверим. Если k равно 1, то тогда вот эта степень должна равняться n. А коэффициент, посмотрите, чему? А, вот эта минус k плюс 1. Вот эта вот степень? Да, у нас n добавляется. Я понял, да, здесь я мог ошибиться. Значит, здесь должно быть... Чего у нас здесь должно быть? Плюс 2 там. n минус k плюс 2. n минус k плюс 2, ладно. Мне совершенно в данном случае не важно, чему этот коэффициент равен, поэтому я здесь проявляю некоторую интеллектуальную ленность и недостаточно внимания уделяю тому, чему именно он равен, потому что мне это не важно. Вот, ну хорошо, говорите, что плюс 2, значит, пусть будет плюс 2. Ладно, сейчас я все-таки проверю. Почему плюс 2? У нас же тогда, если k равно 1, то получается n плюс 1 умножить на n минус 1. Ну, коэффициент. Нормально, у нас же было степень. Нормально, да. Нормально, да. Если k равняется 1, то все работает. Значит, здесь будет со множителя с n плюс 1 до, так сказать, до n плюс 1. Ну, то есть только один со множителя будет. Не, вроде вы правы. n минус k плюс 2. А, ну да, 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 все. Пусть так будет. Вот. Окей. Итак, смотрите, то есть что у нас получилось? У нас есть функция h, которая обладает таким чудесным свойством. У нее куча производных в точке а равна нулю. И теперь я хочу действительно применить к этому делу что-то типа тереморольным. Вообще не что-то типа, а в точности тереморольным. Но для того, чтобы применить тереморольным, мне нужно, чтобы у меня в точке b тоже было бы чего-нибудь там обнулялось. Ну вот, давайте мы сделаем так. Значит, чего мы хотим на самом деле? Мы хотим, чтобы h в точке b… Ну, давайте считать, что вот я хочу честно применить тереморольным функцией h. Функция h, ее значение в а равно нулю. Значит, я хочу, чтобы ее значение в точке b равнялось бы чему? Нулю. Нулю, тоже нулю. И мы, на удивление, можем это сделать, потому что мы контролируем вот этот вот параметр q. До сих пор нам было неважно, чем он равен. Но сейчас мы его подберем специальным образом, так, чтобы вот это равенство выполнялось. Давайте, собственно говоря, это сделаем, а именно скажем, что… То есть ты такая у нас h. h – это у нас r минус q на x минус a. Значит, h от x – это и есть r от x. Давайте я сразу b подставлю сюда. Извините, а мы хотим, чтобы h от b было нулем, чтобы применить тереморольный? Да, чтобы применить тереморольный функция h. Значит, h от b – это и есть вот такая штука. Значит, если мы хотим, чтобы она равнялась бы нулю, то мы этого всегда можем добиться. Просто нужно сказать, что q – это и есть r от b делить на b минус a в степени n плюс 1. Хорошо, теперь смотрите, вот после этого я зафиксировал q и буду теперь работать только именно с этим q. Извините, пожалуйста, а почему именно r от b деленное на вот эту скобку? Мы не могли взять один? У нас не совпадают? Кто с кем? Ну, вот эта вот функция. Ну, просто f от b не равно разве тейлорскому многочлену просто так же? Нет. Нет. Нет? Сейчас, вы хотите сказать, что r от b всегда равно нулю, а не совсем понимаю. Ну да, нет. Это тогда означает, что вы утверждаете, что синус x просто равен x. Это неправда. Извините, а у нас n изначально задается? Мы же вроде хотели его в бесконечности устремлять. Нет, сейчас n у нас фиксированы. Мы чуть попозже поустремляем его к бесконечности в некоторых ситуациях, но сейчас мы доказывали какого-то конкретного. Хорошо. Вот. Хорошо. Выбрали вот такое значение q. Давайте теперь... Значит, теперь... h удовлетворяет условиям теоремы роли. Значит, мы знаем, что у нас h дифференцируема. Ну, на самом деле мы знаем... Давайте посмотрим, кто такая h. h – это просто f минус какой-то многочлен. Значит, h – это есть r от x, которая в свою очередь есть f от x минус многочлен, да еще минус какой-то вот этот вот старший член. Короче говоря, везде, где дифференцируем мы f, там же дифференцируем мы и h. И понятно, что если мы изначально потребовали от f, чтобы она имела бы h n непрерывных производных на ab, то уж, по крайней мере, сама она тоже будет непрерывной на ab, и у нее будет, по крайней мере, первая производная на интервале от a до b. Поэтому условия терема ролля выполняются для функции h. Они выполняются для функции f, кроме того, что у нас нет условия, что f от a равно f от b, но вот для функции h выполняются все условия. h от a равняется h от b, и все условия на производной тоже есть. Вот, что это означает? Ой, извините, пожалуйста, а можно пока вы не начали? Мы, вот эта вот наша производная h, k, t, a, она равна нулю, получается? Равна нулю, да. Или просто мы тут ничего не дописали? Да, я что-то не дописал. Просто равна нулю, конечно, да. Значит, вот эта штука равна нулю по свойствам долларовских многочленов. А вот в эту штуку мы просто подставляем. Здесь опять я забыл написать, что вот здесь вот нужно написать вместо x, a. После этой постановки эта штука, конечно, обдувляется. Вот. Итак, значит, удовлетворяют условия теорема Ролли. Что говорит нам теорема Ролли? Найдется c. Да, найдется такая c. Давайте я ее обозначу через c1. Производная которого будет равна h от b минус h от a, зеленая на b минус a. Ну, этого теорема Лагранжа вспомнили? Она, конечно, является вообще не теорема Ролли в этом смысле. h от c1 равна нулю. Да, значит, мы знаем просто, что производная h штрих точки c1 должна равняться нулю. То есть, на самом деле, как у нас вся эта штука устроена? Вот у нас есть сейчас... Вот у нас здесь есть точка а. Здесь у нас есть точка b. c, и график нашей функции... Значит, вот у h сколько-то первых производных обнуляется, а потом у нас сама... Вот здесь вот тоже обнуляется. Вот это вот я построил график функции y равняется h от x. Значит, и наша точка c, это вот эта. Наша точка c1, это вот эта точка, где функция h имеет нулевую производную. Отлично. Что дальше? Какой следующий шаг? Можно еще раз? Почему условия теоремы Ролли выполняются? Ну, смотрите, давайте вспоминать условия теоремы Ролли. Давайте вспоминать условия теоремы Ролли. Что там? Непрерывные на отрезки и дифференцируемые на интервале. Ну, и а равно b. Да. Значит, то, что h от а равняется h от b мы сделали ручками, а дифференцируемость следует от этих вот условий. Значит, здесь, на самом деле, все эти условия про дифференцируемость сказаны для первых n производных. Ну, уж по крайней мере, вот если функция f имеет n плюс 1 производную на интервале от а до b, то значит, она имеет и первую производную на интервале от а до b. Согласны? Да. И если n производная непрерывна на отрезке, ну, это означает, что и функция непрерывна на отрезке, потому что там, где функция дифференцируемая, она там и непрерывна. Поэтому f удовлетворяет условиям на дифференцируемость, а функция h отличается от функции f просто добавлением какого-то многочлена. Многочлена дифференцируема и непрерывна всюду, поэтому это никак не уменьшит нам область. Область там дифференцируемости, непрерывности и так далее. Согласны? Да, хорошо. Все. Вот, больше нам ничего не нужно. Хорошо, а какой будет следующий шаг? Нужно смотреть, наверное, в точке c1, что происходит. Ну, в точке c1 понятно, что происходит. Или там просто функция h горизонтальная касательная, нулевая производная. У нас же h штрихота тоже равно нулю, правильно? Да. Ну да, но как бы расписать нет? Нет, у нас получается h штрихота не непрерывно на отрезке c1. Дифференцируема на нем, потому что у нас функция дифференцируема на всем отрезке ab. И в концах одинаковая. Можно еще раз теорему роль, наверное, применить. Да, теперь можно применить теорему роль, да, только уже к какой функции? Ну, сделаем новую функцию, равную h штрих, получается, да? Да. Значит, теперь h штрих удовлетворяет условиям теоремы роля. На каком отрезке? От dc1. Аc1. Совершенно верно. Потому что h штрих в а равняется нулю. И оно же равняется h штрих в c1. Мы только что точку c1 так построили. Ну, а условия на непрерывность тоже выполняются, потому что у нас там все эти производные, они там до n существуют. Точнее, даже до n плюс 1. Ну, значит, первые производные тоже существуют. А так зачем нам вообще еще раз применять? Так какой-то смысл несет? Несет, несет. Сейчас увидите. Ладно. Мы так n раз делаем, получается. Да, значит, применили эту теорему. Она нам говорит, что существует точка c2, принадлежащая интервалу от а до c1. Такая, что h2 штриха в точке c2 равняется нулю. То есть мы теперь нашли точку c2, в которой на самом деле у нас есть точка перегиба. Вот где-то здесь она будет. И так далее. До. Значит, последняя производная, к которой мы все это применим, hn будет. Значит, давайте проверим, что к n производной функции h тоже все это дело применимо. Значит, каждый раз у нас будет появляться соответствующая точка c, в которой очередная производная обнуляется. Давайте проверим, что наши условия действительно нам гарантируют, что теорема роля будет применима и для n производной. Смотрите, что здесь написано. Здесь написано, что f имеет n плюс одну производную. То есть это означает, что n производная дифференцируема на интервале от а до b. И сама эта n производная непрерывно на отрезке от а до b. То есть в точности те же самые условия, которые были в теореме роли. Поэтому до n, до hn все это дело можно повторять. Значит, вот дошли мы до функции hn, до n производной функции h, и применили к ней то же самое утверждение. Значит, нашлась c, какая она будет, n плюс первая, которая лежит на интервале от а до cn, для которой n плюс первая производная функция h равна нулю. Извините, а разве не cn? То есть у нас же раньше c2 была при второй производной, c1 при первой. То есть как бы номер соответствовал номеру производной. Правильно. Смотрите, вот здесь у нас c2 дает нам... c2 это корень второй производной. Здесь у нас n плюс первая производная, и ее корень называется cn плюс первая. Нет, тут я проконтролирую. Все, понимаю. Извините, а можете еще раз повторить, почему она так отработает для n производной? Ну как, ну вот мы будем повторять эту процедуру дальше. Вот мы получили вторую производную, вот мы получили 0 второй производной. Теперь можно рассмотреть отрезок от а до c2 у нас в точке а. Опять же, значит, у нас все n первых производных в точке а от функции h равны нулю. Да, поэтому теперь у нас для второй производной тоже применима теорема Ролли. Вторая производная функции h в точке а обнуляется, в точке c2 обнуляется, потому что мы так эту точку построили. И, значит, ну а с другой стороны функция f, n раз дифференцируема, точнее, n плюс 1 раз дифференцируем, поэтому, значит, здесь тоже никаких проблем не возникает. У нас здесь есть n плюс 1 производная, значит, уж по крайней мере там 2 производные там есть, 3 производные есть. Вот, и так мы можем идти вот вплоть до, то есть мы из второй производной, то есть мы уже получили порень третьей производной и так далее. И так мы можем дойти вот до n-ной производной и получить ее корень. Вот он. На этом процесс заканчивается. Давайте теперь посмотрим внимательно на то, кто такая n плюс 1 производная функции h. Значит, h это была такая штука. Это была r, которая есть f от x минус rn от x. t, да, конечно, t. Значит, x минус a в степени n плюс 1. И от вот этой штуки я должен взять n плюс 1 производную. Ну, давайте смотреть. Если я беру n плюс 1 производную от функции f, то так и остается n плюс 1 производная от функции f. Тут ничего не происходит. Что будет, если я возьму n плюс 1 производную от вот этого t? Непонятно. Можете... Тут только до n. Это расписано. Давайте посмотрим на tn. Да, давайте вспомним, как устроена tn. Может быть, tn же плохо устроена в этой n плюс 1, когда мы берем производную, правильно же? Значит, плохо устроено. Вот у вас tn, да? Значит, вот она... У него степень максимальная n, а когда мы берем n плюс 1 производную, ноль становится. Значит, ноль, да. Ноль просто. Да, ноль. tn — это многочлен n-ной степени. Многочлен n-ной степени, если вы его n плюс 1 раз продифференцируете, все занулится. Потому что при каждом дифференцировании степень уменьшается на единицу. Значит, когда вы его n раз продифференцируете, степень будет равна нулю, то есть у вас будет константа. Когда вы эту константу n плюс 1 раз продифференцируете, то есть когда вы эту константу n плюс 1 раз продифференцируете, получается просто 0. Согласны? Если n дифференцируем по единице, нет? Кто дифференцирует? Ну, если n раз продифференцируем. Если n раз продифференцируем, это будет константа, а если n плюс 1 раз продифференцируем, это будет 0. Ну, да. Вот. А мы дифференцируем, как раз мы его дифференцируем n плюс 1 раз. Значит, получается, что это 0. И что происходит, когда я вот эту штуку дифференцирую n плюс 1 раз? Странно. Ну, q на n плюс 1 факториал. Остается просто q на n плюс 1 факториал. Совершенно верно. Отлично. А теперь... Значит, согласны с этим дифференцированием? Да. А q чему равно? А, вот это мы сейчас как раз вспомним. Это мы сейчас как раз вспомним. Это нам как раз сейчас пригодится, чему равно q. Ну, вот дальше, честно говоря, все, что было до этого, мне кажется понятным. А вот следующий шаг, он совершенно школьный. Нет никакой магии тут. Но мне все равно есть ощущение, что, когда я его делаю, у меня есть ощущение, что я как фокусник вытаскиваю кролика из шляпы. Смотрите. Значит, чего мы теперь знаем? Мы знаем, что... Вот давайте я сюда вместо вот этого x подставлю вот эту точку c n плюс 1. Значит, тогда f n плюс 1 от c n плюс 1 минус q на n плюс 1 факториал равняется 0. Так определено, так определено, так определено, c n плюс 1. Да? И теперь давайте... То есть h от n плюс 1. Да, все хорошо. И теперь давайте вспомним, чему равнялось q. Я его здесь когда-то нашел. Вот оно. И давайте мы сейчас это подставим, вот это значение q. Значит, r от b разделить на b минус a в n плюс 1. Получается вот такое утверждение. минус r от b на b минус a в степени n плюс 1 умножить на n плюс 1 факториал равняется 0. Окей? Пока никакой магии? Нет. Пока выражение просто. Давайте теперь выразим r от b через все остальное. Значит, я переношу вот это слагаемое вправо и выражаю r от b. Делю все на n плюс 1 факториал и умножаю на b минус a в степени n плюс 1. Получается такая штука. r от b равняется f n плюс 1 в точке c n плюс 1. разделить на n плюс 1 факториал и умножить на b минус a в степени n плюс 1. Видите кролика? Да. Заметьте, что r от b это ровно та самая штука, которую нам нужно было найти. То есть вот мы сказали с самого начала, давайте я вернусь к формулировке, что говорит теорема. Она говорит, что f от b равняется tn от b плюс вот такая штука. А дальше мы как раз для призвольной точки x разницу между значением f и тейлеровским многочленом обозначили через r. Поэтому вот то, что вот эта разность, про которую теорема говорит, что эта разность должна равняться вот этой штуке, это в точности наша r от b. И то, что мы сейчас сделали, мы в точности доказали, что r от b действительно равняется тому, чему я обещал. Значит, в качестве точки c нужно взять эту точку c n плюс 1, которую мы построили. А там для конкретного c, то есть там не для любого c так работает? Не, ну как, теорема говорит, что существует c. Точно так же, как теорема РОН. Она говорит, что найдется такая точка c, для которой это равенство верно. Ну, понятно, что не для любого, потому что если бы оно было для любого, то это бы означало просто, что вот это выражение от c не зависит. Потому что вот эта разность между f от b и t от b от c не зависит. Поэтому если бы вдруг так оказалось, что эта формула равна для любого c, тогда бы это просто означало бы, что вот эта штука не зависит от c. Это было бы очень странно, тогда бы это означало бы, что n плюс 1 производная обязана не зависеть от c. Поэтому, конечно, существует. Но вот мы ее и нашли. Извините, пожалуйста, я вот вижу кроликов, но можете еще раз как бы схему доказательства вот повторить? То есть я правильно понимаю, что вот все это время мы как бы сначала мы предположили, что РАДБ будет равна такой штуки, а потом красиво показали, что… Нет, 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 мы не предполагали, что РАДБ будет равна такой штуке. Смотрите, вот когда мы начали доказательства, мы вообще про вот эту штуку на какое-то время забыли. Мы сказали, давайте мы обозначим вот эту разность, f от x минус t от x, обозначим через РАДХ. Тогда то, что нам нужно будет найти, это будет РАДБ. Согласны? Вот. Дальше мы построили некоторую… То есть вот у нас есть вот эта разность. Дальше мы построили… Мы эту разность немножко модифицировали, а именно мы добавили вот это вот слагаемое и построили таким образом эту функцию h. После этого мы про функцию h доказывали, что функция h удовлетворяет условиям теорема Ролля на отрезке АВ. На самом деле функция h ведет себя так. Вот она вот здесь вот, она очень так сильно касается горизонтали. У нее здесь много нулевых производных. А вот в точке b мы ее принудительно снова здесь заставили равняться нулю. После этого мы сказали, что с помощью n-кратного применения теорема Ролля мы нашли не просто 0 производной функции h, а мы нашли 0 n плюс 1 производной функции h. Вот. А дальше возникла некоторая магия, как раз вот этот вот немножко магический переход. Значит, ну что он говорит? Он говорит, что из-за того, что мы q подобрали… Вот как у нас снова возвращается в игру вот этот r. Ну, дело в том, что мы q подбирали ровно так, чтобы… Значит, вот что такое q? q – это штука, которая в точке b делает так, что вот это слагаемое полностью компенсирует вот это слагаемое. Ну, по сути, так, что теорема Ролля верна как бы в первый раз. Она делает так, что теорема Ролля верна в первый раз, это правда. Но вот просто, опять же, если вспоминать доказательства теоремы Лагранжи о конечных превращениях, там есть очень похожий момент. Там тоже есть функция h, и она тоже выглядит как разность между тем, что… там между нашей функцией и какой-то линейной функцией. И там в этой линейной функции мы тоже подбираем так угловой коэффициент, чтобы гарантировать, что значение вот этой разности, что оно будет на концах одинаковое. Мы там выбираем вот этот угловой коэффициент просто так, чтобы та прямая секущая, которая бы у нас там получалась, чтобы она была бы просто либо параллельна, либо совпадала бы с… секущая, которая проходит через точки А и В. А здесь мы вместо того, чтобы подбирать линейную функцию, подбираем вот такую вот функцию n плюс первой степени. Но идея примерно такая же, что вот мы подбираем q так, чтобы у нас все сработало. В частности, так, чтобы сработало теорема Ролля. И главное, что когда мы эту q подбираем, мы вынуждены здесь использовать этот самый R от b. Поэтому, когда мы теперь возвращаемся вот сюда, у нас здесь этот R от b и выскакивает вот в этом уравнении. И оказывается, что при вот так подобранном q, вот из этого утверждения, из утверждения о том, что у n плюс первой производной функции h есть 0, удается просто выразить R от b. Да, Одина. Да, да, я хорошо понимаю эту часть. А вот можете наверх отмотать? Мне просто интересно, как вы R от b взяли еще до того, как мы все это сделали? R от b я просто определил. Я говорю, что R от x это есть просто вот такая разность. Нет, нет, можно еще чуть-чуть выше? Вот вы вот здесь вот видите, F от b равно вот это вот, T от b плюс вот это вот. Ну, это утверждение теоремы. Это ровно то, что я сейчас доказываю. А, все, хорошо. Это ровно то, что я сейчас доказываю. Извините, пожалуйста, вы можете все-таки сказать, какой смысл вообще здесь теоремы роля? Я вообще не понимаю, что она тут. Но я понимаю, она находит C, в которой, да, окей, там у нас производная равняется 0 в этой точке, но только какой смысл она именно для этой теоремы несет? Ну, смотрите, здесь, ну, вот давайте посмотрим на вот эту картинку. Значит, что здесь говорится? Вот когда мы первый раз применяем теорему роля, говорится, что у нас есть точка, в которой первая производная равна 0. Когда мы второй раз ее применяем, говорится следующее. Вот, смотрите, вот здесь у меня первая производная была 0, а вот здесь она снова стала 0. Значит, где-то между ними есть точка перегиба, есть точка, в которой вторая производная внуляется. Вот она, эта точка, C2. И оказывается, что это на самом деле похоже на то, что мы… Опять же, это похоже на использование теоремы Рольда в доказательстве теоремы Лагранжа о конечных превращениях. Там мы говорим, что у нас найдется такая точка, в которой мгновенная скорость равняется средней скорости. А здесь мы говорим, что у нас найдется такая точка, в которой… Ну вот в некотором смысле, допустим, если бы мы ограничивались второй производной, то тогда бы мы сказали, что у нас найдется такая точка, в которой вторая производная такая же, как среднее ускорение за все время движения. Ну вот как-то так это работает. Вот такой хорошей геометрической интерпретации тут, к сожалению, нет. Потому что как только мы начинаем работать с производными высоких порядков, у нас теряется геометрическая интерпретация. Но идея примерно такая, что… В общем, идея примерно такая, что мы сравниваем наше реальное движение с таким равноускоренным движением. Но тут я, пожалуй, сейчас не успею ту интерпретацию объяснить, потому что она требует чуть больше времени. Ну, в общем, возможно, хорошая идея – это просто последить за тем, как все это работает в случае n равного 1. Потому что в случае n равного 1 получается в точности терема Лагранжа. У нас это некоторое обещание терема Лагранжа, которое нам позволяет с помощью тех же самых инструментов, но используя старшие производные, получить вот такой вот более точный результат. Так, давайте еще вопросы. Извините, а можно вопрос вот по детали доказательств, где мы берем n плюс первую производную от h? Можете, пожалуйста, еще раз кратко объяснить, почему у нас tn от x в 0 превращается? Почему все… Значит, tn от x не факт, что превращается в 0, а все rn от x превращаются в 0. Потому что r – это разность между f и tn. А у tn от n так устроен, что у него все n производных в точке а совпадают с теми же самыми производными от функции f в точке а. Мы этот tn и так устроили. Нет, подождите, мы же там дальше пишем, что у нас f производная n плюс первая от x остается. Почему у нас только именно tn же от x обмирается? Сейчас, сейчас, сейчас. А, я понял, вы про эту штуку, про n плюс первую производную. Да. А, все правильно, да. Про n плюс первую производную мы не говорим, что… Да, я понял. Значит, про n плюс первую производную мы не говорим, что она обнуляется, мы говорим, что n плюс первая производная tn обнуляется. Я понял, что вы спрашиваете. Это просто связано с тем фактом, что tn – это многочлен n-ной степени, а многочлен n-ной степени, когда мы его n плюс один раз поддеференцируем, обнуляется. Потому что степень каждый раз уменьшается на единицу при каждом дифференцировании. Можно вопрос? Давайте. А почему мы все-таки берем и подгоняем это Q, чтобы воспользоваться теоремой и роли? Хотим и подгоняем. Кто нам запретит? То есть мы просто так предполагаем и дальше... Ну, как бы функцию H мы строим сами. Как хотим, так и построим. Нам важно, чтобы конструкция сработала. Конструкция срабатывает, если Q подобрана так, чтобы вот это равенство выполнялось. Хотим и подбираем. То, что его можно так подобрать, следует из явной формулы. Можно еще последний вопрос? Можете вернуть там, где мы изначально теорему записали, которую мы доказывали? То есть получается, что мы говорим, что наша функция – это ряд теора и еще вот этот вот остаточек. То есть нам получается, когда нам дают какой-то N, и мы находим, получается, N плюс первую производную и записываем уже саму функцию. Да, ну как бы вот что позволяет сделать эта теорема? Давайте я, может быть, действительно в оставшиеся пять минут покажу пример этой теоремы, как раз с которой я начал. Давайте докажем, что синус действительно равен своему ряду Т-лора. Значит, теорема мы доказали. Подождите, я скажу. Я правильно понимаю, что в значении, то есть в A в точке, из-за того, что мы сделали ее так, что она как бы равняется X0, у нас значение производной, ой, ну, значение этой функции равно нулю. А мы хотим найти значение F в точке B. Ну, значение F от A равняется Tn от A по построению Tn. То, что мы хотим найти, это мы хотим взять другую точку, точку отличную от точки A. То есть вот мы строим наши многочлены. Мы предполагаем следующее, что про функцию F мы знаем ее значение в точке A и N первых производных. Хотим узнать ее значение в точке B. И эта формула, она говорит нам, что значение в точке B определяется так, что оно равняется значению Теллоровского многочлена, построенного по информации про функцию F, взятую в точке A, плюс вот эта вот добавочка. А почему мы берем многочлен со степенью N, если у нас N плюс 1 производная? Нет, вот этот вот многочлен со степенью N, а N плюс 1 производная нам позволяет оценить остаточный член. Ну, то есть мы берем вот этот многочлен со степенью N, просто потому что нам нужно доказать. Ну да, потому что нам N плюс 1 производная еще понадобится. То есть мы не можем здесь взять многочлен. То есть многочлен N плюс 1 степень мы можем написать, но написать с ней формулу вот такую мы уже не сможем. А, ну потому что тогда… Потому что нам здесь понадобится N плюс 2 производная. Да, хорошо, спасибо. Вот, хорошо, давайте в качестве приложения давайте посмотрим, как это работает с синусом. Значит, пусть у меня A равняется 0, а F от X равняется синус X. Да, что нам тогда известно? Нам известно, что для произвольной точки B синус B равняется такой штуке. Это есть B минус B куб на 3 факториал, плюс B в пятый на 5 факториал, плюс и так далее. Ну, давайте здесь будет какая-нибудь минус 1 в степени N, B в степени. Пусть будет какая-нибудь K. Можно вопрос? Почему не для X расписываем, а для B? Это просто так? Можно? Ну, я просто формулировал теорему, в которой бралась точка B, и сейчас я ее пишу в точке B. Конечно, можно ее заменить на X. Я некоторое время, сейчас несколько секунд колебался, что написать, но в результате я написал B, чтобы была видна, что это я просто применяю эту теорему. Значит, здесь будет 2K плюс 1 факториал. Так, правильно я написал минус 1 в степени K? Да, вроде правильно. Значит, и плюс остаток, остаточный член, который устроен так. Это есть синус, значит, что мне нужно? Мне нужно взять производную F штрих в какой-то промежуточной точке C. Даже не F штрих, а F... Что у меня здесь будет? 2K плюс 1. 2K плюс 2 здесь будет. Взятый в какой-то точке C и делить на 2K плюс 2 факториал и умножить на B минус A в степени... 2K плюс 2. 2K плюс 2. Теперь смотрите. Значит, что происходит со всей вот этой штукой? Что происходит со остаточным членом, когда вот это вот... А 0 же еще можно убрать сразу B в степени. Да, можно убрать 0. Давайте так и напишем B минус 0. Значит, давайте смотреть, что происходит с вот этой вот штукой. Значит, это 2K плюс 2 производная нашего в синуса. Она кто такое? Почему мы не говорим, что она 0? Она синус... Я не говорю, что она 0. Она не 0? Она не 0, но она то ли синус, то ли минус синус. Ну, у меня N, это сейчас 2K плюс 1. Ну, просто в этом ряду есть только члены с нечетными номерами, и я их просто номерую как 2K плюс 1. Нет, я понимаю про это. А вот в смысле, у вас N, это вы его как-то выбираете? То есть у вас кто-то, вам кто-то сказал, можно, пожалуйста, там до N аппроксимировать? Или как это работает? Да, да. Ну, то есть как бы я говорю, что вот я хочу, я хочу... Ну, вот эта вот формула, которую мы написали, она... Ну, вот у нее есть ограничения на то, что нам нужно, чтобы было бы сколько там производных, но синус бесконечно дифференцируем, поэтому для него можно эту формулу использовать с любым N. Вот я взял N, равное 2K плюс 1. А если у меня будет, например, обычный многочлен, то я должна посмотреть на степень этого многочлена, и эту формулу только... Нет, но с многочленом эта формула тоже работает. Она, правда, не очень нужна там, потому что многочлен уже многочлен. Тут как бы весь пафос вот этой формулы, вообще все истории про Риоттейлора, в том, что вы приближаете какую-то неведомую функцию типа синуса, что вы ее приближаете понятной и простой функции типа многочлена. Сейчас, а вот можно тогда еще одно уточнение? Вот когда у нас было вот это вот, что там в форме пиано, это, по сути, как бы такое приближение, которое не является совсем точным. Но если мы еще к пиано добавим вот этого вот Лагранжа, то это будет совсем точно-точно, то есть они совпадут. Ну, вот это вот честное равенство, причем это как бы форма пиано, это было равенством, которое формулировалось на языке пределов. А вот это, это абсолютно честное равенство, вот тут нет никаких приближений, здесь нет никакого значка приближенного равно, здесь нет никаких пределов. Это абсолютно вот честное равенство, без дураков. А вот N в этом честном равенстве, это то, сколько раз мы максимум можем продифференцировать F? Ну, это как бы N, N это произвольное число, которое, значит, ну вот у него есть ограничение, что если у нас F имеет только конечное количество производных, то тогда вот это N должно обладать вот этими вот свойствами. То есть по факту вот это равенство работает при всех возможных N? Ну, при всех тех, да, при всех N, при всех допустимых N. То есть если мы знаем, что F имеет N плюс 1 производная, то вот это равенство будет работать для нашего N, для N минус 1, для N минус 2 и так далее. То есть если я хочу синус, то есть если N равно 1, а функция это синус, то я могу посмотреть, насколько синус далек от функции Y равно X. Совершенно верно, да, совершенно верно, да. Эта теорема дает вам оценку на разность между синусом и Y равно X. Совершенно верно, да, да, да. Вот, значит, давайте, я хочу сказать, что вот эта 2K плюс 2 производная, чему бы не равнялась K, она обязательно не превосходит единиц. Венечка одного всегда. Да. И теперь смотрите, вот куда стремится вот эта штука, когда K устремляется к бесконечности? к нулю. А еще раз, где у нас то, что это меньше единицы? Ну, потому что наша функция F – это синус. У синуса производная косинус, у косинуса минус синус, у минус синуса минус косинус, и дальше они зацикливаются. Поэтому ничего кроме синусов и косинусов вы никогда в производных там не получите, поэтому они все ограничены. Поэтому смотрите, что здесь получается. Здесь получается константа, ограниченной единицей. Здесь получается величина B в какой-то степени, а здесь вот эту же самую степень, только в факториале. Да, помните, мы на самых первых занятиях доказывали, что вот такие штуки, типа B в степени 2K плюс 2 разделить на 2K плюс 2 факториал, что вот такая штука стремится к нулю. Да, было такое. Что это означает? Это как раз и означает, что синус чудесным образом раскладывается в ряд. То есть, что если мы устремляем как бесконечности, то есть берем здесь все больше и больше слагаемых, то синус просто, вот этот остаток член просто стремится к нулю. То есть это означает, что на самом деле синус Х просто равняется пределу 3K, стремящемся к бесконечности вот этой суммы, у меня буквы закончились, M равняется от нуля до K. Что здесь должно быть? Минус 1 в степени M. X в степени 2K плюс 1 разделить на 2K плюс 1. Ой, не 2K, а 2M плюс 1 будет. Или что то же самое, просто вот такой бесконечной суммы. И это в какой-то мере фантастический результат, потому что функция, которая у нас пришла из геометрии, которая формулировалась на языке каких-то там дуг окружностей, углов, катетов, чего-то такого, она, как оказывается, она просто задается вот такой формулой. Причем эта формула, ну, скажем так, не сильно сложнее просто многочленов. Естественное обобщение для многочленов это такой вот степенной ряд. И, пожалуйста, синус просто равен. Вот это частное равенство без какого бы то ни было обмана. Оказывается, что таким же свойством обладают многие другие функции. Синус, косинус, экспоненты, они все просто равны своим рядам Тейлора. Но не все. Есть функции, которые неравны. А если функция неравна ряду Тейлора, это значит, что как бы мы можем сколько угодно много взять вот этих вот ну, как-то слагаемых, но все равно не сравняем. Да. Да. Но как бы вот эта теорема, она, вот видите, в данном случае нам удалось доказать, что остаточный член стремится к нулю. Вообще говоря, просто из самой формы этого остаточного члена не очевидно, что он должен стремиться к нулю. Потому что, ну, здесь какая-то возникает большая производная. Кто ее знает, как эта большая производная себя ведет? Может быть, она с ростом n, может быть, она тоже очень быстро растет. И, в принципе, можно написать функцию, которая будет вот совсем не похожа на свой ряд Тейлора. у вас там будет, в домашке будет задачка, где вам нужно будет это сделать. Но для многих хороших функций, тем не менее, справедливое утверждение, что функция либо, ну, по крайней мере, что функция равна своему ряду Тейлора в какой-то окрестности той точке, в которой вы работаете, в которой вы ее раскладываете. Не обязательно всюду, как синус. Синус – очень хорошая функция. Но, по крайней мере, в какой-то окрестности вы можете этим пользоваться. А почему мы изначально рассматривали как бы в окрестности, но мы же говорили, что r равно нулю, да? А потом мы приходим к тому, что синус равен при любых иксах. Сейчас, смотрите. Здесь есть… Когда мы говорим про все вот это разложение функций в ряд, у нас есть как бы две принципиально разные точки. Есть точка, в которой мы делаем разложение. Вот это та самая точка, которая х0 у нас была, когда мы обсуждали предыдущую формулу Тейлора, или вот эта точка А, которая у нас сейчас. Это та точка, в которой мы вычисляем производные, и это та точка, в которой мы про функцию что-то знаем. Мы знаем там… Вот мы хотим знать там все про ее производные. И в данном случае мы знаем про синус, мы знаем все его производные в нуле. Первый, второй, трех, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и так далее. Это позволяет нам выписать Тейлоровский многочлен до любого слагаемого. Вторая точка – это точка, в которой мы хотим аппроксимировать нашу функцию. Там, где мы не знаем ничего про функцию. Вот мы знаем все про синус в нуле и про его производные. Но чему равняется, например, синус в единице или чему равняется производная синус в единице, мы не знаем. И вот это, в данном случае, это точка B. Соответственно, вот когда мы строим вот этот Тейлоровский многочлен, мы используем информацию про точку A, которая в данном случае 0. А точка B здесь произвольная. Вот. Как ответил, нет? Да, да, теперь понятно. Так, ну что, еще вопросы? Где мы в этой формуле используем точку A? Мы сделали A равную 0, мы ею пользуемся два раза. Во-первых, когда мы выписываем вот эту вот штуку, я ее выписал без больших комментариев, потому что я предполагаю, что вы это на семинаре выписывали. Вот. Но, значит, когда мы вот это дело выписываем, мы пользуемся тем, что мы считаем производные синуса в нуле, потому что именно в нуле мы их знаем. Мы знаем, что третья производная синуса это минус единица в нуле именно. Поэтому она здесь возникает, вот здесь минус единица. А пятая производная это просто плюс единица, потому что там синус делает полный оборот и остается просто здесь просто единица. и так далее. Здесь мы этим пользуемся, и именно благодаря этому мы можем этот Телларовский многочин в такой удобной, компактной форме выписать. То есть, еще раз, A обозначает то, к чему будет стремиться наша вот эта вот функция. Значит, там, когда мы обсуждали остаточный член формы пиано, у нас там что-то стремилось. У нас там x стремился к x0. А вот здесь у нас ничего никуда не стремится. Вот в этой вот формуле у нас нет никаких пределов, у нас ничего никуда не стремится. Но A – это та точка, в которой нам удобно работать, в которой мы все знаем про синус, ну, про ту функцию, которую мы сейчас исследуем. В данном случае про синус мы все знаем в нуле. То есть, вообще, как бы, если у меня, например, есть какая-нибудь функция, по которой я в нуле хорошо все знаю, я могу вместо АП подставить пятерку и тоже получил... Да, да. А у меня получится новая, как бы, какая-то функция, или я должна буду прийти к той же самой? Это хороший вопрос. Хороший вопрос. Непонятно. Ну, вот, например, есть такая функция, которая называется логарифм. Вот логарифм в нуле раскладывать неудобно, потому что он в нуле вообще неопределен. Единица? Да, зато его удобно раскладывать в единицы. Вот логарифм раскладывается, как правило, в точке 1, потому что там легко посчитать все его производные. Но, когда вы это сделаете, вы получите некоторый ряд, который будет хорошо аппроксимировать этот логарифм, но он будет его хорошо аппроксимировать не всюду, а только до двойки. А вот за двойкой он будет уже ни к чему не стремиться. А дальше теоретически вы могли бы вместо вот этой точки взять какую-нибудь другую точку, допустим, двойку, и раскладывать ваш логарифм в окрестности двойки. Там, правда, было бы сложно написать соответствующее производное, так сходу не напишут, но теоретически можно было бы аппроксимировать. Вы получили бы какой-то другой ряд, который бы как-нибудь по-другому аппроксимировал ваш логарифм. Видимо, как-то вот так. Ну, в общем, так что тут вот этот вопрос довольно хитрый. А можно вопрос? Еще вопрос задайте, пожалуйста. А если бы вместо А для синуса мы бы взяли либо один, либо 2π? Ну, мы бы тоже... Один неудобно, один неудобно, потому что в единице мы не умеем дифференцировать синус. 2π в качестве точки А берется прекрасно и получается ровно то же самое, просто со сдвигом на 2π. Так, а вот у меня вопрос. Вот мы берем как бы для любого b и приравниваем синус b к какому-то сумме. А почему у нас эта сумма, она же у нас меняется в зависимости от b. Получается, синус любой точки, он одинаковый. Да, я понял ваш вопрос, кажется. На самом деле, вот эта c, она тоже зависит от b. Ну, это да, но вот потом же мы избавляемся от этого c и у нас получается просто вот равенство. Вот это? Да, да, вот. Это никак не зависит от b, это просто какая-то сумма. Ну, сейчас, здесь я вместо b подставил x, здесь я вместо b подставил x. Все понятно, да. Вот, и все. Хорошо. То есть как бы вот эта формула, это то же самое, что написать вот эту вот формулу, но только вместо b подставить x, а количество слагаемых увеличить, так сказать, устремить к бесконечности, потому что вот этот остаточек, разница между синусом x и вот этим вот рядом, это в точности вот этот остаточек, он как раз стремится к нулю. Да, понятно, спасибо. Еще раз, наверное, задаю вопрос. А вот у нас получилось, что синус x равен вот этой сумме, а мы можем подставить, для каких x это важно? Для всех. Вот мы доказали, что вот это вот, мы доказали, что для всех b вот эта штука стремится к нулю, поэтому здесь вместо b я могу подставлять что угодно. Она всегда будет стремиться к нулю, если у меня степень будет стремиться к бесконечности. То есть возвращаясь к картинке, с которой я начинал, вот этой вот картинке, здесь видно, что вот, например, вот сейчас мы взяли там какую-то там пятую степень, и здесь видно, что, например, в точке 4 у нас большое расхождение между синусом и его аппроксимациями. Но если я возьму и добавлю еще больше слагаемых, то это расхождение будет становиться все меньше и меньше, будет стремиться к нулю. И вот для любой точки я могу взять какую-нибудь, любую точку, я могу взять точку, скажем, 40, и дальше я могу взять настолько много слагаемых, чтобы у меня бы и в точке 40 хорошо бы все аппроксимировалось. А в какой момент это ломается для алгоритма? Вот эта штука не обязана быть ограниченной. Нам с синусом повезло, что вот эта штука ограничена. Просто когда мы увеличиваем n, у нас здесь увеличивается производная. С синусом все хорошо, там все производные одинаковые, они все ограничены. А с алгоритмом уже не так. Да, я понимаю, спасибо. Вот. Ну что, еще вопросы? Какие хорошие вопросы вы задаете? Можно еще раз один? Давайте. Мы же могли вместо, в теории мы могли вместо а взять один. Для синуса? Могли. Могли. Только тогда вам нужно, только тогда, когда вы выписывали бы вот этот вот многочлен, у вас бы здесь были бы не такие коэффициенты хорошие, плюс единицы, минус единицы, а, соответственно, какие-то там производные от синуса в единицы. То есть у вас здесь был бы многочлен, который был бы устроен так, там был бы какой-нибудь синус один умножить на там b в квадрате пополам, минус там косинус единицы умножить на b в кубе, на 3, или что-то в этом роде. На 3 факторе. Что-то в этом роде. То есть написать можно, просто это было бы вам не очень удобно, потому что, ну, если вы ставите задачу, научиться находить значение синуса в произвольной точке, например, то, ну, если вы уже знаете, конечно, чему равняется синус в точке 1 по какой-то причине и косинус в точке 1, тогда можно. Так, еще вопросы? То есть, да, здесь как бы получается, что, может быть, вас смущает, что получается, что мы можем получить разные формулы, разные ряды для одного и того же синуса. Но они будут, ну, во-первых, они будут разными. С одной стороны, это не должно вас сильно удивлять, потому что, вот, например, у меня есть многочлен, скажем, х квадрат плюс 1. Я могу тот же самый многочлен записать в виде, скажем, х минус 5 в квадрате. Там дальше мне нужно будет какие-то коэффициенты написать плюс там сколько-то на х минус 5. плюс сколько-то. То есть, я могу теоретически переразложить вот этот вот многочлен, переразложить его, записать его в виде многочлена уже от х минус 5. И это будет одна и та же функция, хотя формально коэффициенты тут будут разными. И тут происходит примерно то же самое. Потому что у вас же, у вас еще вот это а, оно возникает вот здесь. У вас тогда будет ряд, который будет у вас здесь в этом ряду, будут не b-шки, а b-1, например, везде. Поэтому, конечно, коэффициенты поменяются. Можно еще вопрос? Давайте. Вот у нас там был остаточный член в форме пиана. Вот это о маленькое, это какой-то один, единственный может быть многочлен? Или там любой может быть? То есть про о маленькое мы не знаем вообще ровным счетом ничего, кроме того, что если его поделить на вот ту штуку, которая там написана в аргументе этого маленького, то получится, в пределе получится нот. Как именно он там устроен, мы не знаем. Это не обязательно многочлен. Это какая-то функция. Как бы про него, про это о маленькое, так в какой-то мере, естественно думать, что это старшие члены, что там xn плюс первое, плюс какой-то кассант на xn плюс второе и так далее. Но на самом деле это утверждение не вполне корректно. Корректное утверждение ровно такое, что про о маленькое мы знаем только про его предельные свойства при x, не мячемся к x0. Окей. Еще вопросы? Хорошо. Ну все тогда, наверное, на сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова